Кто получит по 100 тысяч рублей за то, что привился от ковид? Результаты первого тиража лотереи уже известны, впереди второй. Татарстанцы по-прежнему доверяют банковским вкладам, сколько денег они там хранят. И жители республики рассказали, какие у них три главные причины вложить заработанное в пирамиду и сколько денег они чаще всего теряли. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. В России определили первых победителей розыгрыша призов среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Первый тираж стимулирующей лотереи прошел 14 сентября. Приз это 100 тысяч рублей. По 100 тысяч получат 500 человек, которых в случайном порядке выбрал компьютер. Результат розыгрыша можно узнать на сайте «Бонус за здоровье». Зайти на сайт, ввести свой номер сертификата о прививке в специальном окошке и посмотреть, вдруг вы среди счастливчиков. Сообщения победителям придут и на почту в госуслугах. Там же в своем личном кабинете можно будет указать номер своей банковской карты «Мир». Успеть сделать это в течение трех месяцев, деньги автоматически поступят на указанный счет. Второй этап розыгрыша состоится через месяц, 14 октября. Тогда определяют еще 500 победителей, которые получат по 100 тысяч рублей. Специально заявляться на участие в лотерее не нужно. Она будет проводиться среди тех, кто есть в едином реестре вакцинированных. Напомним, постановление о проведении стимулирующей лотереи в конце лета подписал премьер Михаил Мишустин. В правительстве назвали такую меру признательностью гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких. До сих пор что-то подобное, чтобы стимулировать россиян прививаться от коронавируса, уже проводили разные регионы. В Москве, например, разыгрывали автомобили. Привитые жители Подмосковья участвовали в розыгрыше квартир. В Оренбурге можно было выиграть спортинвентарь, а в Кызыле бытовую технику. Татарстанцы доверяют банковским вкладам. Хранят во вкладах и на прочих банковских счетах почти 670,5 миллиардов рублей. Это с учетом средств на счетах из Кроу. По сравнению с прошлым годом получается рост на 3,5%. При этом львиная доля почти 86% всего объема денежных средств, размещенных физлицами. Это рублевое сбережение 575 миллиардов рублей. За год прирост на 4 с лишним процента. Вклады в иностранной валюте сократились почти на процент. В рублевом эквиваленте они равны без малого 95 миллиардам. Татарстанцы по-прежнему выбирают банковские вклады как наиболее понятный и надежный способ сбережения своих накоплений. Доверие к этому банковскому продукту поддерживает действующая в России система страхования вкладов. В случае отзыва у банка лицензии агентство по страхованию вкладов вернет деньги до 1 миллиона 400 тысяч рублей. А в особых случаях до 10 миллионов рублей. Например, если деньги лежали на счете из Кроу. Подробнее о том, как работает система страхования вкладов, можно узнать на просветительском портале Банка России «Финансовая культура». Больше половины татарстанцев лично сталкивались с финансовыми пирамидами. 66% из опрошенных аналитиками Headhunter. Из них почти половина, 41%, становились жертвами пирамид один раз. И каждый шестой терял так деньги по несколько раз. Но это ничего особо не меняет. Большинство таких инвесторов со временем мечтают вообще уйти с наемной работы и жить на проценты от вложений. Добавим, что опыт по инвестированию денег есть у 72% опрошенных татарстанцев. И чаще всего они вкладывались в криптовалюты. Следующий по популярности инвестиции в акции «Ценные бумаги» на третьем месте – иностранная валюта. Самые распространенные причины, по которой жители Татарстана стали заниматься инвестированием, это самостоятельные поиски вариантов пассивного дохода. В половине случаев к инвестированию пришли из-за интереса попробовать. А в каждом третьем – из-за нехватки на жизнь основного дохода. Реже всего к занятию инвестированием приходят по советам родственников и знакомых. И из-за того, что поддались на рекламу. А вот что касается финансовых потерь. 13% респондентов оценили свой ущерб менее чем в 10 тысяч рублей. Каждый третий такой инвестор. Большинство расставались суммы от 100 до 500 тысяч рублей. Это от 3 до 12 средних зарплат по Татарстану. Напомним, средний заработок – это без малого 43 тысячи рублей. И каждый десятый признался, что потерял в пирамидах больше одного миллиона. Вот такой была экономическая картина этого дня. Что принесет день новый? Обязательно узнаем и расскажем. Смотрите новости экономики на телеканале Татарстан 24. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова